На днях Дом культуры и кино Родина распахнул свои двери для первого этапа областного конкурса «Женщина года-2014». Это мероприятие проводилось под эгидой Министерства социальной политики населения Свердловской области при поддержке Управления социальной политики по Артёмовскому району. Организатором проекта являлся Центр социальной помощи семье и детям Артёмовского городского округа. Отметим, что на территории АГО конкурс проводится уже более семи лет. За это время его участниками стали женщины-руководители различных организаций, женщины-общественные деятели, а также многодетные и приемные мамы. Участие в проекте – это уникальная возможность реализовать свой творческий потенциал, получить общественное признание своих достижений и выйти на более значимый уровень. Более десяти победителей уже завоевали почетное звание «Женщина года», пройдя все испытания. Чтобы стать претендентом на почетное звание, женщины должны были представить общественно значимый проект, направленный на социальные проблемы несовершеннолетних, детей и матерей, на улучшение условий жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или на воспитание здоровых и образованных детей через передачу секретов своего мастерства и семейных традиций. Конкурс проходил по трем номинациям – профессия «Руководитель», «Женщина-хранительница домашнего очага» и «Женщина-воспитатель и мать». Каждую конкурсантку оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители управления социальной политики населения Артемовского городского округа, представители Центра помощи семье и детям, а также представители женсовета поселка Буланаш. Открыла конкурс песня «Осень», которую исполнила Татьяна Мишина. Вот и осень незаметно подошла, золотая, золотая, вот и жизнь так незаметно вся прошла, молодая, молодая. А вот и первая участница, всем она хорошо известна. Это заведующая филиалом Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова Лидия Дамажирова. Эта женщина с детских лет занимала руководящие должности и самая первая – командир «Октябрятской звездочки». Преодолев жизненные трудности, получив образование, сейчас эта должность уже более значима – заведующая филиалом. «Начинала здесь работать Артемовский колледж точного прибора строения. Общий стаж работы у меня уже 28 лет, почти 29. Стаж работы в отрасли – это 27 лет, и в Демидовском колледже практически 10 лет я уже работаю». За эти годы работы Лидия Дамажирова получила множество грамот, благодарственных писем за достижения в профессиональной деятельности. В своей речи она также выразила огромную благодарность социальным партнерам, которые уже на протяжении многих лет поддерживают и сотрудничают с колледжем имени Демидова. В общем, это и есть женщина-руководитель. Пока на сцену готовилась выйти следующая конкурсантка, провели музыкальную паузу, где выступила группа «Музыкальный кейс». «Музыкальный кейс» Каждый знает такую организацию – Центр помощи семье и детям Артемовского городского округа. Этот центр помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям, молодым мамам и даже беременным женщинам. Именно там и работает Марьяна Котина. Ее проект касался детей, от которых отказываются нерадивые мамы. Они не понимают, что малыш – это не вещь. Ему очень нужно материнское тепло, любовь и забота. Именно сокращению таких отказов посвящена ее трудовая деятельность. «Одним из направлений моей деятельности является профилактика отказов от новорожденных – работа со случаем. Работа очень тяжелая, требует много терпения, тактичности, профессиональных знаний. Поначалу мы не имели навыков принимать полученную информацию нейтрально. Возмущение, разочарование, сомнения в работе с такой женщиной. Но в 2008 году мое участие в проекте «Временное жилье для вынуждающихся матерей – профилактика отказов от новорожденных» позволило мне получить знания в работе с конкретным случаем. И в дальнейшем я стала успешно применять их на практике. Внедрили технологию, где работа основана на командном методе ведения случая». Елена Чуприкова – следующая конкурсантка, домохозяйка. Поэтому у нее достаточно времени на воспитание детей, уют в доме и многое другое. Ее проект касался преодоления жизненных трудностей и обретения уверенности в себе. «В жизни каждого из нас возникают трудные жизненные ситуации. И все мы по-своему реагируем на них. Одни меряются и приспосабливаются, плывут по течению. Другие ищут выход в историю жизненной ситуации с помощью действий, направленных на преодоление проблем и неприятностей. Кто-то замыкается в себе и вместо того, чтобы попытаться как-то преодолеть трудность, предпочитают ее просто не замечать. А многие, проклиная судьбу, лежаваются на сложную жизненную ситуацию». Надо отметить, что с такой трудной ситуацией столкнулась Елена Чуприкова, когда ее сыну поставили диагноз «аутизм». Но благодаря родным и близким, кто оказывал поддержку, любовь и заботу, эта семья преодолела все. Но для этого и самой Елене пришлось изучить, что же такое аутизм и как помочь своему ребенку. И у нее все получилось. «Если небе туча хмурится, если снег летит в саду, я в окно смотрю на улицу, без работы маму жду. Пускай узнают дети и звезды и варят, что лучше всех на свете, мамочка моя, что лучше всех на свете, мамочка моя». Варвара Дресвяникова, также домохозяйка и конкурсантка, поделилась со своей бедой, которая пришла в ее семью нежданно и негаданно. Когда у одной из ее дочек-близняшек началась эпилепсия, а у второй обнаружили детский церебральный паралич. Поэтому пришлось стучать во все двери и решать проблемы. «Я мама. Это много или мало? Я мама. Это счастье или крест? И невозможно все начать с начала. Я молюсь теперь за то, что есть. За плачь ночной, за молоко, пеленки. Простите. За первый шаг, за первые слова, за всех детей, за каждого ребенка. Я мама. И поэтому права». Конечно, рассказывать о том, что преодолеваешь каждый день, очень трудно. Ведь никому не пожелаешь того, чтобы ребенок болел. Поэтому и выступление получилось сквозь слезы, которые сдерживать Варвара Дресвяникова никак не могла. Но есть результаты и очень неплохие. «В нашу жизнь вошел такой тренер, как Юрий Михайлович Погубин. И мы начали заниматься спортом, он предложил. И у Маши появилось спортивное достижение. Первая медаль среди взрослых. Она такая маленькая, у нее 10 лет. И среди взрослых заняла третье место в виде колясочника». Как видите, спорт помогает всем и здоровым, и тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Главное – не сдаваться и идти вперед. Далее Елизавета Юсупова исполнила заводную песню «Бабушкин твист». Я вчера своей бабуле мыть посуду помогала, И про жизнь ее пылую ей вопросы задала. Я помочь и так старалась, а потом огонь влезала, И я мамы, улыбаясь, все, что рассказала. Как ярко и всегда светили звезды, И ясная жизнь была чистой у вода. Свела сень сада, и пахли розы. Казалось, молодость – это навсегда. В номинации «Женщина-хранительница домашнего очага» свой проект представила Людмила Степанова, педагог-организатор Дома детского творчества номер 22. Она считает, что женщина не должна вести хозяйство рутинно, все должно быть в радость. «Мне нравится смеяться и шутить, и нравится, когда другие шутят. Мне нравится самой собой быть, не думая о том, что скажут люди. Мне нравится, когда не прячут слез, когда обид и боли не скрывают. И если плачется, то уж всерьез, отравленные слезы не глотая. Мне нравятся хорошие стихи и люди, что не льстят и не лукавят. Мне нравится любовь свою дарить тем, кто ее так мало получает. Мне нравится, и я хочу так жить. Я буду верить в чудеса и сказки. Не надо меня мудрости учить. Я лучше чувствую себя без маски». Людмила Степанова считает, что семья – это главный музыкальный инструмент в оркестре, а женщина играет на нем самую главную партию скрипки. От того, как она играет, и зависит настроение всех членов семьи. Тамара Свалова – еще одна участница, считает точно так же. Ведь смотря на ее презентацию, именно это и понимаешь, что такое счастливая семья. А пока жюри подводит итоги, о косолапом дожде спела Екатерина Исакова. След, след за мной Дорогливыми шагами Дождь, дождь, дьет, дьет Я хочу дождаться маму В руку щеке прижать Шепотом рассказать о ней ночью Косолапит, косолапит, дождь покрешет Почему же, почему меня не слышишь? Подожду еще ее нестолько Без любимой мамы летом одиноко Подожду еще ее нестолько Без любимой мамы летом одиноко Каковы же результаты? Кто же стал той лучшей женщиной года 2014? Каждой из этих сильных и мужественных женщин вручили грамоты и подарки за участие в этом областном конкурсе. Они действительно их заслужили. Напомним, это был только первый этап. Поэтому до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok